События военных лет сегодня вспоминали в Новогрудке. 75 лет назад, осенью 43-го, здесь через тоннель, который вырыли узники гетто, спаслись порядка 200 человек. В Беларусь сегодня приехали дети и внуки выживших. О жутких испытаниях своих родных они узнали всего несколько лет назад. О тоннеле жизни и судьбах спасенных Елена Бормотова. Каждую осень они с разных уголков мира приезжают в Новогрудок. Дети и внуки тех, кто 75 лет назад смог сбежать из гетто. Еще недавно они были совершенно незнакомыми людьми, но их объединили судьбы родных. Тех, чьи лица сегодня на старых довоенных фотографиях в темном помещении барака гетто. Моя мать осталась в живых, а Лена была старше из четырех сестер. Мы, конечно, знали, что она погибла в гетто, но мы не знали, как она погибла. Мы не знали, что она погибла во время побега. И это открылось только сейчас. На окраину города в августе 42-го немцы приводят более полутысячи специалистов из уже существующего в Новогрудке гетто для создания трудового лагеря. Среди узников семья Кушнер, Зейдель и трое его детей, сын Хоня и две дочери, Лея и Рая, бабушка Джареда Кушнера, зятя президента Америки, которые и сегодня помнят о трагедии своей семьи. Гетто в Новогрудке имело статус трудового лагеря. В каменных неоттапливаемых помещениях, которые до войны служили хозпостройками городского суда, находилось более 500 человек. Бараки и стали экспозиционными залами музея еврейского сопротивления. Создать атмосферу, максимально приближенную ко времени трудового лагеря. В комнатах площадью 13 квадратных метров размещалось от 20 до 30 человек. Спали на трехэтажных деревянных нарах, по три человека на ярусе. Каждое спальное место подписано. О бытовых условиях и речи быть не могло. Когда я приехала сюда, это было через три недели после того, как был открыт этот музей. Я не знала про музей. Я вошла туда, я увидела фотографию своей матери. Это все было настолько неожиданно, что я практически потеряла сознание. Под Нарами лаз в тоннель, который узники рыли по ночам на протяжении четырех месяцев. Чем могли. Землю прятали на чердаке и за деревянной обшивкой стен. Катализатором побега стало убийство Гауляй Таракубе. Узники опасались, что гетто будет полностью уничтожено. На момент побега здесь было около 250 человек. На сегодня известно, что в живых остались 119 человек. Многие из которых затем стали участниками еврейского партизанского отряда братьев Бельских. 68 погибли, в том числе и сын Кушнера. Судьбы 30 неизвестны. Я думала, в живых сегодня в мире трое. Оказалось четверо. Нашелся еще один, которому было вообще лет 8. Фамилия его Зусманович. И он не хочет говорить. Он не хочет вспоминать вообще о том, что произошло. Для того, чтобы определить точное место тоннеля, проводили археологические раскопки, в ходе которых были найдены ложки, фрагменты лопат, предметы, которыми и рыли подземный ход. Честь тоннеля накроют прозрачным материалом. Его можно будет увидеть благодаря зенитным фонарям. А на выходе из тоннеля, на том самом месте свободы, сегодня стена памяти. Прорези в бетоне – это выжившие люди. Рядом таблицы с именами людей. Елена Бормотова, Виталий Дешкевич, агентство теленовостей.